В годовщину референдума в крымских школах провели открытые уроки. В роли педагогов выступили первые лица республики. Рассказывали подрастающему поколению о многом, но в большинстве своем. Тематика вопросов касалась Крымской весны. Продолжит тему Екатерина Наумова. Пообщаться с главой республики в открытом космическом лицее собрался полный зал. Сам урок начался с небольшого экскурса в историю. Сергей Аксенов рассказал школьникам о том, как было принято решение о воссоединении Крыма с Россией и напомнил ключевые события годичной давности. По его словам, это непосредственно референдум и принятие федеральной солевой программы социально-экономического развития Крыма до 2020 года. Кроме того, глава республики сообщил, что важным направлением государственной программы будет ставка на молодежь. Теперь нам необходимо в наше завоевание, то хорошее, что мы с вами сделали, теперь это в мирной жизни воплощать уже непосредственно конкретный результат, повышать качество жизни крымчан, создать действительно благоприятные условия для развития бизнеса, для того, чтобы каждый здесь мог строить свою перспективу. И сделать это без нашей молодежи, без нашего кадрового резерва, без кадрового потенциала мы, конечно, не сможем, ребята. Без вас у нас в Крыму, конечно, ничего не получится. После Сергей Аксенов ответил на интересующие ребят вопросы, которые касались как событий крымской весны, так и личной жизни и деятельности главы республики. Свои вопросы в режиме телемоста смогли задать участники школ из Ялты, Джанкоя, Феодосии и Санкт-Петербурга. Этой встречей глава республики еще раз доказал, он готов открыто встречаться с гражданами всего полуострова, независимо от возраста и отвечать даже на самые необычные и неожиданные вопросы. Свой урок уже в другой школе Симферополя провел председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, многое может измениться в жизни, но никто не вправе забывать о своей культуре, вере, национальности. Это те ценности, которые нужно бережно хранить. Много слов было посвящено и годовщине крымской весны. Вам, как людям молодым, очень важно другое понять. Понять, почему это произошло, почему это именно в Крыму произошло, почему в Одессе и так не произошло, почему так не произошло в Луганске или Донецке, почему друг в другом. Почему? Вот это нужно знать историю Крыма. Она очень длинная история, трагическая и героическая история. Она предопределила это все. Крымчане вообще уникальные. Говоря об итогах событий прошлого года, глава законодательной власти акцентировал внимание ребят на том, что все они в той или иной мере стали участниками поистине великих событий.